Друзья, всем привет! Сегодня тема видео, как я ухаживаю за своими руками Или можно так сказать, как спасти руки огородника Уже неоднократно под моими видео писали, что в основном, как это почему-то не странно Это мужчины мне пишут, что им не верится, что мои руки соприкасаются с землей Ну вот из последних комментариев мужчина мне написал об этом И девушка в защиту меня написала, что у нее большое хозяйство, там коровы имеются И у нее всегда ухоженные руки и так далее Я полностью с ней согласна Я не понаслышке знаю, что такое хозяйство, жить, воспитываться в большой семье многодетной У нас, знаете, в свое время, когда было тяжелое время И у нас было очень большое хозяйство И только две дойных коровы было Помимо бычков, свиней, кур, уток У нас еще был очень большой огород Где мы работали всей семьей И дети работали, и родители И это было, можно сказать, как средство существования для нас То есть мы делали заготовки Потом всю зиму питались Ну и, соответственно, летом тоже Хозяйства пока у нас нет Так как мы в деревне не проживаем постоянно Но в ближайшем будущем планируем Но зато есть очень большой огород и сад Между прочим, занимаюсь этим только я в семье Но если нужна тяжелая физическая работа Конечно, привлекается мужчина Вот эти средства, которые сейчас находятся на столе Они не хуже любых дорогих Они средней цены И замечательно работают на коже рук С самого начала скажу, что работают по большей части в перчатках И советую всем купить одни хорошие, качественные перчатки Или несколько И им пользоваться несколько лет Вот я купила на одной из выставок Они у меня сейчас здесь отсутствуют Они в деревне находятся Перчатки им уже пять лет И ни одной дырочки, ничего нет Я ими пользуюсь Просто иногда выстирываю, просушиваю И дальше их использую Ну, конечно, у меня, как и у всех бывает Что я могу забыть одеть перчатки И в земле повозиться И после того, как я поработаю в земле Допустим, без перчаток Конечно, руки в ужасном состоянии Очень хорошее средство Берете хорошую щепотку соли Хорошую такую же щепотку соды Смешиваете в теплой воде И опускаете туда руки на минут 10 Очень хорошо отбеливает полностью Где находится около ногтевой валик Все вычищается, все промывается Отличное средство Заодно и укрепляются ногти Еще такое средство Все, наверное, знают Отрезаете кусочек лимона Прямо впиваете сюда ногтями И немножко держите их Тоже вот эта лимонная кислота Очень хорошо отбеливать Для ногтей, под ногтями И вот где вот этот вот Околоногтевой валик Там обычно всегда забивается земля Тоже отличное средство Почему еще заговорила о коровах Все вы знаете, наверное, такое средство Это зорька Особенно кто держит хозяйство Крупный рогатый скот Этому средству уже Ну, сколько я его знаю Ну, лет 20 это точно Я говорила, что у нас В 90-х были коровы Мы очень их долго держали Соответственно, это дойка Не доильными аппаратами Как сейчас модно А все мы вручную коровы Выдаивали Поэтому после каждого доения Мы применяли крем такой Зорька для вымени, конечно же, коровы Делали легкий массаж И смазывалась вымя и соски Вот таким кремом зорька Заодно, когда вы обрабатываете вымя Конечно же, и вы, получается, обрабатываете свои руки Не целенаправленно Но руки всегда были ухожены За счет именно этого крема зорька Отличное средство По качеству с тех пор не изменилось Единственное изменение с тех пор Добавили такой элемент, как флорелизин Раньше его не было На качество хуже не стало Но лучше я не заметила Он очень густой Белого цвета Запах слегка резиновый Он очень и очень жирный После того, как вы обработали механические руки То есть убрали все загрязнения На ночь, перед сном До сна Я советую за полчаса, примерно до сна Нанести этот крем Жирный, густой Впитывается очень и очень долго Поэтому рекомендую его использовать В зимний период времени Не только когда, допустим, у вас посевная Но и он очень хорошо работает Если вы носите вязаные варежки Или перчатки То вот от этой шерсти Руки получаются какие-то как шершавые Вот именно от особенно вязаных перчаток Также его можно использовать и как крем для лица Но его нужно применять с осторожностью Особенно людям, у кого есть проблемы с кожей Это вот эти все прыщи, акна Потому что может усугубить положение Состояние вашей кожи Самое важное, я еще не сказала Что в этой баночке находится 200 грамм продукта И стоит в Москве 85 рублей Если вы увидите крем Зорька в тубе Как знаете, зубная паста Покупайте в тубе Это самый удобный вариант Чем банка Не было, поэтому купила в банке Еще раз хочу сказать Лучшее применение этого крема Это зима Есть такой крем Аптечный препарат Это Добрая аптекарь Витамином F Жирный Здесь написано жирный Но я не скажу, что он прям жирный-жирный Допустим, если сравнивать с Зорькой То это можно сказать, что крем питательный Потому что он впитывается довольно-таки быстро Тоже очень хорошо устраняет сухость, шелушение Также он и воспаление снимает Заживляет трещинки, ранки Его также очень хорошо применяет для лица этот крем Впитывается довольно-таки быстро И имеет приятный запах В аптеке он тоже недорогой Около 100 рублей стоит Замечательно Есть такой крем Вот такая фирма Но я думаю, что они там есть разные Это интенсивный увлажняющий крем для лица Написано Но я его использую Можно использовать и для лица, и для кожи рук Вот этот крем Как раз-таки он очень хорошо подходит для лета Применять его летом Потому что он очень быстро впитывается Не оставляет липкости Замечательный крем Это вот на основе экстракта там пиявки Мне нравится И он недорогой Стоит около 120 рублей Это не аптечный препарат Купила просто вот в каком-то магазине Обратите внимание Здесь его не написано, сколько его Расходы очень экономичные Следующий препарат Это дермосент Это гель-сыворотка Это французское производство Ветеринарный препарат Продается в ветоаптеках Есть аналог российский Он подешевле Этот, конечно, не дешевый И в ветоаптеках Он, я вам скажу, даже очень редко продается Я его покупала у самих производителей У французов На одной из международных выставок Замечательный препарат Для чего он нужен? Он для восстановления кожного покрова у животных Отличная вещь Хочу порекомендовать сначала на животных Перейду, порекомендую вам Кто имеет собак или кошек Особенно собак О городских собак Потому что вы все знаете Что в больших городах Посыпают химическими реактивами дорожки И когда животные вы выводите на прогулку То, конечно же, подушечки пальцев Соприкасаются с реактивами И у животного может возникнуть на подушечках Или покраснение, раздражение, трещины Всякого рода даже раны И после прогулки вымываете собаке или кошке лапы Очень хорошо И наносите эту гель-сыворотку Она в основном на растительный состав Моментально впитывается Запах ментоловый Собака, в принципе, слизывать не будет Вот у кого есть животное Рекомендую попробовать Если переходить на человека Замечательно можно обрабатывать кожу рук Особенно если у вас какие-то раздражения на коже Так называемые, знаете, еще цыпки Трещинки, микротрещины И так далее Круглогодично можно использовать Потому что препарат Я вам сейчас покажу Моментально впитывается Гелеобразная основа Одной капли вам хватит на одну кисть руки Он очень хорошо распределяется И просто моментально впитывается Заживление просто колоссальное Я вам его рекомендую Можно использовать столько, сколько вы хотите Хоть по два, хоть по три раза в день Также я не знаю, как у вас Но после того, как повозишься в земле То, где вот именно кутикола растет И вот эти вот уголки Очень часто образуются заусеницы Вот у меня так есть Поэтому также я обрабатываю Все вот это ногтевое ложе Полностью обрабатываю маслом Это масло Здесь, наверное, около 10 масел Входит в этот тюбик И просто Здесь кисточка, как у лака обычного Наношу на кутикулу На вот эти все ложбинки И аккуратно втираю Конечно, это все делается уже Большей части перед сном И все И никакие заусеницы у меня никогда не образуются Тоже замечательное средство Я его покупала, наверное, года два назад Расход просто минимальный Еще хочу порекомендовать Вот такую пилку Я не знаю, какой это фирмы Пилочка Но у нее есть вот такой значок На пилочке И все, больше ничего нет А нет, здесь что-то написано Медиум на английском написано Вот Вот такая пилочка Всем ее советую Кто увидит ее Покупайте смело Очень мелкая Наверное, камера А нет, видно Видите, какое покрытие у пилочки У нее Вот такие ребра Отлично пилит Не портит ногтевую пластинку Выпиливает все Вот эти уголки Просто вот так Ставите пилочку под наклоном И выпиливаете Не нужно здесь вам Ничего вырезать А ее можно пилить И этой стороной Видите, очень удобно И этой стороной То есть она Во всех направлениях Она у вас будет спиливать Ноготь так, как вам надо Отличная пилка Она у меня уже 2 года И видите, в каком хорошем состоянии Часто очень пользуюсь Вот такие средства Я использую на данный момент Хочу сказать одно Что огород Это хорошо Но это не моя вселенная Это не мой основной заработок Огород, сад Это мое увлечение Прежде всего Которое приносит Да, небольшой заработок Для меня это отдушина Это то, что мне нравится делать Это то, что мне нравится создавать Это все для моей семьи Но девчонки должны оставаться девчонками И минимальный уход за руками С недорогими средствами Может себе позволить Я думаю, вообще каждая Я никого не хочу обидеть Я знаю, что такое огород Что такое хозяйство Как средство существования Средство единственного заработка Но все равно Девчонки есть девчонки Делитесь под видео В комментариях Какими средствами недорогими Пользуетесь вы Мне очень будет интересно И попробовать И почитать Заходите на мой канал Подписывайтесь Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok